Каждую весну и осень тысячи перелётных птиц прилетали на Капри отдохнуть после долгого перелёта через Средизиноморье, не ведая, что здесь их ждали с распростёртыми сетями ловцы птиц. Сети были растянуты по всему склону горы Барбароса, вплоть до виллы Сан-Микеле. К вечеру в деревянных ящиках птицеловы отправляли свою добычу на потребу гурманам в рестораны на материк. Битва Акселя Монте за птиц собственникам горы успеха не принесла. Остались без ответа и обращения знаменитого врача к перфекту Неаполя, королеве Италии и даже папе. С отчаяния доктор принялся стрелять из старинной английской пушки каждые пять минут с полуночи до восхода солнца. В надежде отпугнуть птиц от роковой горы, но её хозяин подал на доктора в суд и выиграл. И тогда Монте продал часть своей античной коллекции и выкупил гору. С тех пор, по рассказам жителей острова птицы на вилле Сан-Микеле, поют особенно громко. Известный шведский писатель, врач, археолог, психоаналитик, человек многогранных талантов, отдал большую часть жизни постройке этой виллы и обустройству окружающих садов. Аксель Монте прибыл на Капри впервые в 1876 году в возрасте 19 лет и был покорён этим островом. Строительство виллы на этом острове стало его мечтой. Монте выкупил землю на месте руин древней римской виллы и остатков небольшой капеллы, посвященной святому архангелу Михаилу, и в честь него назвал свою виллу Сан-Микеле. Строил по своему проекту, взяв за образец античные виллы римского императора Тиберия. На входе в столовую посетители встречают жизнерадостный скелет с кувшином и сосудом в руках. Копия древнеримской мозаики, призывающая жить полной жизнью, пока живёшь на этом свете, и одновременно напоминающая о бренности бытия. В столовой царит старинная мебель из Болонии эпохи Возрождения и шведская оловянная посуда XVIII века. Детали интерьера на вилле различаются возрастом и происхождением. Итальянские синие кувшины относятся к XVIII веку. А комод с инкрустацией датируется XV веком. В интерьерах виллы и в саду вокруг неё очень много подлинных античных экспонатов, найденных на развалинах виллы, принадлежавшие некогда римскому императору Тиберию. Мраморные лавочки, подлокотники которой оформлены в виде львов, две с лишним тысячи лет. Лестница из внутреннего дворика ведёт в лоджию. Витые колонны часто встречаются на вилле Сан-Микеле. В нише стоит бронзовая прорицательница. Это бронзовая копия женской фигуры, украшавшей когда-то разрушенный везувием город Геркуланум. Аксель Монте слыл стильным человеком с тонким вкусом. Его спальня, разделённая центральной колонной и украшенная скульптурой бога Аполлона, также подчёркнута стильная. Сицилийская кровать сделана в 15 веке из кованого железа. На колонне неслучайно установлена бронзовая голова бога сна и сновидений гипноза. По рассказам современников, сила оптимизма доктора Монте граничилась гипнозом. Именно эта его сила помогала выжить многим после страшного землетрясения в сицилийском городе Мессина. И во время эпидемии холеры в Неаполе. Далее следует небольшой зал, на стенах которого размещены стенды со статьями, посвящёнными деятельности Акселя Монте и разным граням его личности. Монте как писатель, как архитектор, как врач, как друг животных. В нише за стеклом лежат его очки и рукопись легенды о Сан-Микеле. Эта книга была издана в 1929 году, и вскоре она стала мировым бестселлером. Её перевели более чем на 50 языков мира. Итак, переходим в кабинет. Возле окна на столе лежит голова Афродиты, первый век нашей эры. На стене терракотовая голова юноша от русского периода. В центре залы полы покрыты мозаикой, перенесённой сюда с одной из вилл Тиберия. Над столом голова медузы из храма Венеры в Риме. Венецианский салон обставлен мебелью в стиле ракока, изготовленной в XVIII веке. Двуликий бог Янус изображался в римской мифологии всегда с двумя лицами, как правило, молодым и старым, смотрящим в противоположные стороны. Одно лицо принадлежало молодой женщине, а другое – старику, как бы говоря. Я вижу прошлое и будущее. В честь бога Януса назван первый месяц года юлианского календаря январь. Итак, мы выходим из дома и попадаем в изящную скульптурную галерею. Оригинальный столик сделан из копителей римской колонны. Поверхность столика, так же, как и пол галереи, собрана из кусочков мрамора, найденных на вилле Тиберия, которая когда-то располагалась на этом месте. Необыкновенно красивый столик в стиле Космотеско XIII века был найден акселем Мунте в районе Палермо. Местные женщины использовали его в качестве стиральной доски. Заканчивается галерея бронзовым отдыхающим гермесом – копией знаменитой греческой скульптуры, найденных при раскопках в Геркулануме. Скульптурная галерея переходит в террасу с белыми колоннами. В окружении 37 белых колонн ее длина визуально не определяется, и кажется, что она бесконечна. Первое, что сделал Мунте, когда начал строить виллу, он разбил сад. Раньше на этом месте были виноградники. Но главное, что Мунте тщательно планировал – это парк, построенный в нескольких уровнях панорамной лоджии, увитой цветами. Растения в саду подбирались с таким расчетом, чтобы в течение всего года сад выглядел привлекательно. Аксель Мунте был доверенным лицом и лечащим врачом шведской королевы Виктории, которая проводилась немного времени на капли. Их связывали очень близкие и теплые отношения, длившиеся 37 лет, вплоть до кончины Виктории. Именно она гуляла с ним по большой галерее, украшенная скульптурами, легко и ненавязчиво. Виктория жила месяцами на капре. Конечно же, они ежедневно встречались, музицировали, переписывались. И до сих пор идут споры, каковы были их истинные отношения. В любом случае, это была высокая степень интимности. Достаточно сказать, что Мунте в качестве подарка покупал королеве чулки. Умирая, а они общались на английском, она сказала, обратившись к нему, «Кам сон, приходи быстрее». Таковы были слова на смертном одре шведской королевы, к ее лейт-медику. От смотровой площадки дорожка тянется наверх и приводит к небольшому павильону с крученными колоннами. Внутри павильона остатки некогда роскошной виллы императора Тиберия. От огромной виллы сохранилась только эта комната. На стенах комнаты видны остатки фресок в помпейском стиле. На полу черно-белая мозаика. Эта часть стада заканчивается лоджией, на которой когда-то отдыхала шведская королева Виктория. Террасу лоджию украшает этрусский сфинкс на высоких лапах со сгибающимися крыльями. Сфинкс – существо с головой и грудью женщины, несет в себе определенное женское начало. Этрусские считали, что душа умершего мужчины превращается в женщину. Причем превращение начинается с головы. Важнейшие сущностные части человека. Главное место в саду занимает часовня Архангела Михаила. Белокаменные стены, которые возвышаются на высокой скале над морем. Средневековая капелла, посвященная Михаилу Архангелу, была построена на руинах императорской виллы. В 1535 году пираты под предводительством Барбароссы захватили каприи, разрушили часовню, а над ней, на вершине горы, возвели крепость, получившую название Костелло Барбаросса. Во время наполеоновских войн некоторое время каприи был в руках англичан, которые в часовне устроили пороховой склад. Когда Аксель Мунти покупал этот участок земли, капелла Сан-Микеле находилась в плеченном состоянии. Внешне капелла похожа на культовое сооружение, но внутри вид имеет светский или скорее музейный. Вдоль часовни тянется галерея, которая выводит на самую эффектную смотровую площадку. Многие экспонаты на вилле овеяны легендами, но всех превзошел египетский сфинкс из розового мрамора. Он, как главный хранитель этих мест, кидывает своим зорким взглядом все побережье. Лицо сфинкса повернуто в сторону моря, и видеть его могут лишь птицы, парящие над морем. Легенда гласит, что положив левую руку на сфинкса и глядя на море, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Происхождение этого гиганта предположительно египетское. Он был сделан пред Рамзесе II, но нашли его уже в Италии. На его месте раньше стоял этрусский сфинкс поменьше, которого затем перенесли на террасу у входа в капеллу. К концу строительства этой виллы Мунте было уже около 90 лет. Прожил на вилле он недолго, так как вскоре ослеп и переехал на историческую родину, где, получив приглашение от короля Швеции, проживал до конца своих дней в королевском дворце Стокгольма. В 1948 году Аксель Мунте завещал свое детище шведскому государству, и сегодня вилла Сан-Микеле – кусочек Швеции на острове Капри. Неудивительно, что на празднование столетия виллы Сан-Микеле в 1997 году приехал сам король Швеции Карл XVI Густав с женой и королевой Сильвии. Акселю Мунте все-таки удалось воплотить свою мечту в жизнь. Он прожил уже на построенной вилле несколько лет. Пусть это недолго, но важнее и увлекательнее был сам путь к этой мечте, спасая холерных больных в Неаполе, вытаскивая раненых из-под обломков на Иске и в Мессине, исселяя королей и нищих. Доктор Мунте всегда придерживался одного правила и ни разу об этом не пожалел. Это правило он оставил нам в своей книге «Легенда о Сан-Микеле». Чем скорее мы поймем, что нашу судьбу решаем мы сами, а не звезды, тем будет лучше для нас. Музыка.